Самарцы активно возвращаются с курортов, базы, отдыха и лагерей. Ведь через неделю день X, 1 сентября. Как результат, растет число заболевших COVID-19. Медики рекомендуют не сянуть с прививкой, а тем, кто прошел эту процедуру более полугода назад, сделать ревакцинацию. Поскольку за это время количество антител в крови снижается. Уже сейчас самарцы активно идут на процедуру, рассказывают врачи. Для того, чтобы подстегнуть иммунитет, чтобы усилить выработку антител к предстоящему подъему новой коронавирусной инфекции, обязательно нужно сделать повторную вакцинацию. Председатель общественной палаты региона Виктор Софи рассказывает, прививки делает регулярно. Но с момента последней прошло более полугода, поэтому пришел на ревакцинацию. К рук общению Виктора Александровича широкий, в том числе и студенческая аудитория. Поэтому не хочется заболеть самому или заразить кого-то. По характеру своей работы я много общаюсь с людьми в учебном заведении, в университете, в общественной палате, в разных коллективах. Поэтому считаю, что ревакцинироваться нужно, поскольку это дает определенные гарантии того, что даже если, не дай бог, и приболеешь, то все-таки не в такой тяжелой форме, как это бывает, если ты не вакцинировался. Уже через месяц после прививки от коронавируса можно будет пройти вакцинацию и от гриппа. Особенно настоятельно медики рекомендуют сделать прививки тем, кто находится в группе риска – людям старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Также через месяц после прививки от коронавируса важно пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет минимизировать риск заболевания столь опасными инфекциями. Виктория Шаре, События.